Привет! Меня зовут Анастасия, я рассказываю о маркетплейсах и сегодня я вам скажу о новости, которую я увидела. Вот прямо сегодня, 28 ноября, с утра я заметила, что Wildberries внес в оферту два новых правила. Первое – это штрафы при продаже со своего склада и второе – это дополнительная комиссия в период акций. Продолжайте смотреть, сейчас я вам подробно расскажу, что, зачем и почему. Первое, с чего мы с вами начнем, это продажа со своего склада. Я думаю, вы знаете о том, что комиссия по продаже со своего склада зависит от того, в какое время вы привезли товар на склад Wildberries, чтобы дальше уже передать его клиенту. Так вот, было 4 комиссии. Первая – 5%, если товар доставляется до 48 часов, в течение 48 часов. Вторая комиссия – 10%, если от 48 часов до 72. Третья комиссия – 20% от 72 часов до 96. И четвертая комиссия – это 30%, если более 96 часов вывезли товар на склад Wildberries. И теперь новые правила, новое введение о том, что если товар был не привезен на склад Wildberries в течение 120 часов, то вы платите штраф в размере 30% от стоимости товара. То есть, по сути, заказ был не реализован, либо не своевременно реализован. И вы за это платите неустойку Wildberries. Это, на моей памяти, первый штраф, который прописан именно в оферте, чтобы это было написано. Вы платите штраф. Поэтому, если вы решили перейти на продажу со своего склада, то обращайте на это внимание. Не задерживайте доставку товара. Нет регламентированного времени, определенного, что вы должны перевести в этот промежуток. Оно сделано намного лучше. Им, честно, мне это нравится тем, что если вы задержали, то, пожалуйста, заплатите большую комиссию. И вторая не менее классная новость – это касательно комиссии, которая у нас с вами повышается в период акций. Теперь есть вероятность того, что мы с вами заплатим на 10% больше комиссии, если стоимость вашего товара именно розничная цена. А розничная цена – это цена после всех ваших скидок. То есть, предположим, без скидки 1000 со скидкой 20% 800, тогда розничная цена будет 800. Так вот, если розничная цена в период акций больше, чем минимальная цена, которая должна быть в период акций согласно коэффициенту этой акции, то тогда вы платите дополнительно 10% комиссии к вашей комиссии. Как это будет происходить? Ванбрис будет нас оповещать о том, что скоро будет акция, то есть будет появляться новость, в которой будет написано период акций, коэффициент акций и период до начала акций, в которой будет непосредственно рассчитываться эта минимальная цена. Исходя из этих трех параметров, дальше будут вестись расчеты. Как будет осуществляться? Эта допустимая цена будет рассчитываться из минимальной цены, то есть минимальная розничная цена, по которой бы реализован товар в период до начала акции. Это как раз вот тот период, который Вайлдберрис вам укажет до начала акции в новости, умноженные на 100% минус коэффициент акций. То есть будет какой-то коэффициент. Как я это представляю? Предположим, коэффициент акции 30, тогда 100% минус 30, получается 70%. И от минимальной цены, по которой был продан товар в период до акции, у вас будет отниматься 30%. Ну, грубо говоря. И тогда ваша допустимая цена в период акции должна быть 70% от минимальной стоимости товара, по которой был продан товар в период до акции. Если сейчас было немножечко непонятно, либо сложно, я в телеграм-канале у себя оставлю расчеты, покажу в гугл-таблице, чтобы вам было понятнее, как это происходит. Ну, простыми словами, Вайлдберис посчитает, посмотрит, какие были минимальные цены в период до акции, установит коэффициент и пересчитает, сколько должен ваш стоить товар с учетом на самом деле скидок в эту акцию. Вот и все. Потому что они заметили, что несмотря ни на что, что все товары вроде бы как участвовали, допустим, в Черной Пятнице, но при этом ни у кого цены не изменились. И получается, Черная Пятница не Черная Пятница. Поэтому они решили внести вот такие изменения. И если вы не будете соответствовать этим правилам, то у вас дополнительно 10% комиссии. Поздравляю! В принципе, вот это вот все новости, которые я узнала сегодня с утра и которые, я надеюсь, будут вам полезны и понятны. Еще раз говорю о том, что в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, где будут расчеты с примером, как будет рассчитываться непосредственно вот эта минимальная цена и в итоге, как будет рассчитываться ваша комиссия по Wildberries. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам было на самом деле полезным и своевременным. Не забывайте участвовать в акциях, рассчитывать свои цены, скидки и комиссии. И подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, переходите в описание. Там есть все ссылки на меня, телеграм, инстаграм, почты, яндекс.н. Читайте, подписывайтесь, комментируйте. Буду очень вас ждать! Продолжение следует...